МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. Сегодня мы расскажем. Как будет застраиваться и озеленяться Гродно, когда отремонтируют дороги и мосты? В регионах продолжают отвечать на вопросы, которые были адресованы президенту во время большого разговора. Черные цифры. В области растет количество ДТП по вине мотоциклистов. Как утихомирить лихачей, обезопасить остальных участников дорожного движения? Обмен опытом и совместные пути решения проблем. Технологии развития городского транспорта обсудили в Купаловском университете. Главные экзамены 2019-го. Как в этом году будет проходить централизованное тестирование? Рисуем победу вместе. На Гродничине стартовала областная акция рисунков. Сильные и хрупкие белорусские женщины разных поколений вместе. Члены Белорусского союза женщин Гродно и ветераны Великой Отечественной войны вместе высадили липы. В регионах продолжают отвечать на вопросы, которые были адресованы президенту во время большого разговора. Руководитель города Мечислав Гой встретился с сотрудниками Гродненской областной клинической больницы. Строительство жилья – тема, которая не теряет своей актуальности. Как и отмечалось ранее, микрорайон Грандичи сейчас в приоритете. В ближайшее время здесь будут сданы в эксплуатацию первые дома. Через 7 лет здесь планируется поселить 65 тысяч человек. Улица Лицкая – еще одна локация, где активно идет возведение домов. К концу года жильцы отметят новоселье. В планах здесь же открыть начальную школу и детский сад. Следующим пунктом для новостройки станет район Друцк-Панимунь. На этот район по плану отведено год и три месяца. На Фолюше тоже ожидаются изменения. Высотки начнут возводить сразу после того, как закончатся работы в Панимуне. По улице Титова будет построен дом с американским капиталом. Словом, в ближайшие 5 лет в Гродно создадут сразу несколько районов многоквартирных домов. Это, разумеется, позволит решить жилищный вопрос. Тема, которая этой весной волнует всю страну – ремонт дорог. Глава города отметил, сейчас запущены все асфальтные дороги. Улицы Николаева и Калиновского будут отремонтированы в первую очередь, а до 1 мая дорожный вопрос должен быть закрыт. В ближайшее время начнется ремонт Румлевского моста. Безусловно, поднимался вопрос о заработной плате. 47,7% местного городского бюджета формирует 13% отчислений подохода налога с граждан. Это достаточно серьезно. Поэтому, чем выше будет подоходный, вернее, выше заработная плата у наших жителей города Гродно, тем лучше у нас будут поликлиники, дороги, детские сады и школы, на куда направляются именно непосредственно бюджетные деньги, которые социально направлены бюджет ежегодно и в этом году в том числе. Сделаем наш город краше. 13 апреля пройдет городской субботник. В его рамках в Гродно планируется благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий воинских захоронений, зон отдыха, подготовка детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Каждый горожанин также может внести свой вклад в благоустройство города. За инвентарем и материалом для высадки деревьев можно обратиться в ЖЭС по месту жительства или в администрацию районов. Технологии развития городского транспорта обсудили в Купаловском университете. В конференции участвуют ученые, руководители организации «Студенты из Белоруссии и Польши». Всего более 130 человек. Главная цель – изучить опыт обеих стран в области перевозок пассажиров. Эта встреча, говорят организаторы, – начальная точка совместной работы. Здесь поднимают проблемные вопросы и планируют выработать пути развития. Опыта достаточный у наших ближайших коллег, той же Польши. В части института операторства. У них большой опыт в этом плане, большие наработки. Я думаю, они будут полезны всем нам. Я имею в виду и транспортным предприятиям республики, и заказчикам пассажирских перевозок, и тем же операторам, которые с недавнего времени функционируют у нас в республике. Купаловскому университету интересно внедрение инноваций, в том числе в обучении студентов факультета инновационных технологий машиностроения. Он тесно сотрудничает с польскими специалистами. В этом году увеличиваем набор и, по сути, впервые сочетаем набор на транспортную логистику в сокращенные сроки для выпускников колледжей. И вот в рамках этой конференции мы надеемся на установление новых контактов, новых возможностей и, возможно, внедрение новых технологий в обучение. В будущем ВОЗ планирует организовывать проекты, связанные с информатизацией общественного транспорта. Эта конференция позволит найти точки соприкосновения с новыми партнерами, которые помогут внедрять новые технологии. В рамках безвизового режима развития общественного транспорта это одна из первоочередных задач. Надеемся, что результатом этой конференции будет спланировано мероприятие дальнейшего развития в этой области. Изменений в правилах централизованного тестирования в этом году нет. Вступительная кампания начнется с белорусского и русского языков. Далее с перерывами в два дня пройдут остальные тесты. Последний – 1 июля по всемирной истории. У абитуриентов, пропустивших основные экзамены по уважительной причине, остается возможность сдать тесты в резервные дни. Дополнительные ЦТ по белорусскому и русскому языку – 6 и 8 июля. По остальным предметам – 6 и 10 июля. Тестирование в Гродницкой области пройдет в трех городах – в областном центре, Лиде и Волковыске. Для регистрации необходим только паспорт. Зарегистрировать могут и родители, если абитуриент по уважительной причине не может этого сделать сам. Для того, чтобы результаты на централизованном тестировании были выше, ребята могли адаптироваться к условиям участия в централизованном тестировании, научиться заполнять бланк ответа. Каждый год три этапа репетиционного тестирования осуществляется. И еще у нас в городе Гродно ребята могут успеть зарегистрироваться и принять участие. Для этого можно зарегистрироваться в режиме онлайн на сайте Гродненского университета. Либо те ребята, которые были зарегистрированы, но не смогли принять участие, они могут зарегистрироваться для прохождения в резервные дни. Правила прохождения тестирования неизменны. При себе ничего лишнего – только паспорт, гелевая черная ручка и пропуск. Все гаджеты остаются за порогом корпуса, где проходит тестирование. За любое, даже минимальное нарушение правил проведения, будущие студенты покинут аудиторию и будут лишены права проходить тестирование и по другим предметам. Получить сертификаты абитуриенты смогут с 10 июля в пунктах проведения ЦТ. Минимальный порог баллов в этом году тоже не изменился. Для белорусского и русского языка – 9, для филологического профиля – 24. В этом году Беларусь отмечает большую значимую дату – 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И хотя до главной даты еще несколько месяцев, мероприятия, приуроченные к этому большому празднику, стартуют уже сейчас. Совместить хорошее с полезным умеют в Гродненских городской и областной организациях Белорусского союза женщин. Вместе с ветеранами войны они облагородили территорию в микрорайоне Фолюш, посадили деревья и наполнили теплом своего сердца прохладный апрель. О том, как городские леди легко меняют офис на посадку деревьев и делают это очень ловко и профессионально, расскажет наша съемочная группа. Имена этих потрясающих женщин знают в городе Гродно многие. Валентина Петровна Баранова, Зинаида Тимофеевна Судакова и Мария Ивановна Потлатенко, прошедшая войну. И сегодня, находясь в элегантном возрасте, являются образцом бодрости и энергии для всех. И приглашение организации Белорусского союза женщин на посадку аллеи родительской славы эти энергичные дамы проигнорировать ну никак не могли. В перерыве вспоминали, делились эмоциями. Женщинам ведь на войне приходилось порой даже хуже, чем мужчинам. А в 17 с половиной я уже попала на фронт, а потому что у нас 18 километров не дошло только в Нюмите до нашего города. И мы все, кто только мог, шли на оборону Москвы, куда я и попала. Сразу на направление Тульска, на оборону Москвы. И, понимаете, мы себя чувствовали равноправными. Я не подразделяла ничего абсолютно. Конечно, труднее в каком смысле было. Все-таки женщина – это женщина. Но если женщина умеет за себя постоять, то она такая же солдат, как и мужчина. 21 липа появилась на обновленной площадке в микрорайоне Фолюш. Там, где раньше были непрезентабельные домики, пренебрежительно горожанами, именуемые Шанхаем, сегодня зарождается красивый парк. Свою лепту внесли и женщины Гродно. В руках сельхозинвентарь. Они одинаково ловко и качественно работают и на своих рабочих местах, и на земле. Мы высадили аллею лип. Это продолжение нашего проекта «Аллея родительской славы». В прошлом году мы высаживали тоже деревья, ивы высаживали. В этом году мы высадили липы, 21 липу. И очень здорово, что сегодня, вот в такой день, с нами смогли вместе принять участие в посадке этих деревьев ветераны Великой Отечественной войны. Знаете, замечательные женщины, героические женщины, которые и воевали героями на войне, и герои по жизни. То есть они не жалеют сил, не жалеют своего времени, чтобы прийти поделиться с нами своей энергетикой, своими воспоминаниями и посадить вот эту аллею замечательную. После работы чаепитие на свежем воздухе. Ведь женщины уют и тепло умеют вокруг себя создавать по-настоящему профессионально. Высадка аллеи – не единственный проект, который Белорусский союз женщин реализует ко дню освобождения Беларуси. Мне кажется, что самым лучшим делом Белорусского союза женщин станет наш проект, который называется «Женское лицо победы». У нас на сайте Гродненской областной организации мы создаем виртуальную книгу истории жизни женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. Она пополняется у нас ежегодно такими очень интересными историями, которые души щипают сильнее, потому что все-таки женщине на войне было непросто. Белорусский союз женщин работает в Гродно давно, пополняется новыми членами. В основном благодаря таким вот примерам – общим, сплочающим добрым делам. В такой степени вдохновилась тем, что происходит этими добрыми делами, которые делаются. Между прочим, совершается правда. На самом деле, каждый день – это помощь ветеранам, это помощь родителям, которые потеряли своих детей в Афганистане. Это только то, что я вижу своими глазами, это помощь детям, которые находятся без родительской опеки. И, собственно говоря, вдохновленная всем этим, я принесла идею в свою любимую организацию – телерадиовещательный канал «Гродно плюс», где очень много активных, молодых, творческих, креативных женщин. И мы тоже решили создать первичку Белорусского союза женщин, вступить в эти ряды, чтобы теперь уже масштабно помогать, ну тоже поучаствовать в этой такой вселенской, мне кажется, помощи. Как рассказали участницы акции, именно липу высаживали потому, что это дерево обладает лечебными свойствами. Долго растет, непритязательно и неприхотливо, но при этом согревает и помогает. Помощь всем, кому она нужна, лежит в основе деятельности Белорусского союза женщин. И появление аллеи – одно из свидетельств пользы этой помощи. Эллан Табудила, Андрей Лабадин. Новости Гродно+. На Гродничине стартовала областная акция под названием «Рисуем победу вместе». Она приурочена к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В ней принимают участие школа, а также средние специальные учреждения образования. Все, от мала до велика, взяли в руки чистый лист, краски, карандаши и принялись рисовать победу. Формат бумаги не ограничен, как, впрочем, и полет фантазии. Школьники, учащиеся колледжи, техникумов и училищ будут рисовать мир и радость, которые были добыты кровью защитников Отечества. С помощью этой акции мы пытаемся развить у ребят уважение к тому подвигу, который совершили их дедушки, прадедушки. И также показать им ценность мира, который существует сейчас, и чтобы они его оберегали, сохраняли и ценили сделанное ранее. Эти рисунки, в общем-то, отражают их отношение к этой дате. Мы таким образом прикасаемся к тем волнительным дням, когда люди отдавали свою жизнь за наше небо счастливое, за нашу счастливую жизнь, за мирное небо, за нашу счастливую жизнь. И таким образом вот наша такая лепта. Выставки рисунков на тему победы накануне Великой Даты пройдут во всех населенных фунтах Гронинской области. Лучшие работы в мае месяце украсят витрины и окна общественных административных и торговых зданий, расположенных в центре Гродно. А 9 мая в день Великой Победы будут торжественно объявлены победители акции и вручены памятные подарки. К слову, принять участие в акции «Рисуем победу вместе» могут все желающие. Принести свои рисунки в отдел культуры Гродненского городского исполнительного комитета и обл. исполкома можно до конца апреля. Традиционно в апреле город начинает вздрагивать от рева моторов железных коней и проносящихся на огромной скорости мотоциклов. В этом году мотосезон стартует 13 числа, а значит на улице областного центра систематически начнут выезжать более 8100 мотоциклов, зарегистрированных в Гродно. Вместе с тем сотрудники госавтоинспекции отмечают, что количество аварий с участием мототранспорта стремительно растет. За три месяца текущего года в Беларуси по вине водителей двухколесных транспортных средств совершено 9 аварий, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы. Для сравнения добавим, что за аналогичный период 2018-го по вине мотоциклистов произошла лишь одна авария. В связи с этим с 12 по 21 апреля на территории нашей страны пройдет республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений». Сотрудники госавтоинспекции в рамках проводимых мероприятий будут не только заниматься разъяснительной информационной работой, но также будет усилено увеличенное количество нарядов, которые будут нести службу в местах возможного появления мотоциклистов, в вечерние и ночные часы. Возможно, рост количества аварий произошел за счет того, что мото-движение набирает все большую популярность. С целью уравновесить ситуацию и не допустить роста ДТП была введена дополнительная категория на управление мототранспортом свыше 125 кубических сантиметров и значительно усложнился соответствующий практический экзамен в ГАИ. Кроме этого, в каждом областном центре на дежурство вышли мотопатрули. На вооружении батальона дорожно-патрульной службы и отдельного специального взвода «Дельта» находятся пять мотоциклов БМВ, три из которых – это самые последние серии, более новые, два – они чуть постарше, однако они тоже способны выполнять те задачи, которые стоят перед сотрудниками ДПС. Как правило, мотопатрулирование улиц начинается вечером и продолжается до самого утра. Именно в это время в городе наблюдается особая активность мотоциклетного движения. Обращаем внимание гродненцев и гостей города. 12 и 13 апреля с 6 утра и до 16 часов на Румлёвском мосту будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим поэтапно будет закрываться каждая из полос для движения в обоих направлениях. Первая из них станет правая при движении со стороны ГАИ в направлении проспекта Янки-Купалы. Учитывая интенсивность движения по данному участку, возможно образование затруднений в движении. Комедийная история о стремлении любить и быть любимым. В ролях Александр Носик, Мария Доброжинская, Андрей Чернышов, Виктория Тарасова. Не пропустите спектакль «Прелести измены» 14 апреля на сцене Драмтеатра. И в завершении выпуска информация от нашего партнёра. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и походов в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минут и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершён. Ещё больше новостей вы найдёте на нашем сайте grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. Я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова